привет привет ну как там германии погода ой погода замечательно 12 градусов светит солнце просто замечательно слушай вот интересное дело там ко мне звонят и говорят научите нас как специалиста это я тебе как специалисту говорю психотерапией занимаешься в германии ну ты законный врач и занимаешься психотерапией поэтому я тебе это говорю звонит мне человек и говорит я занимаюсь рейки и хочу соединить с рейки ключ потому что ключ у вас такой замечательный я вас так уважаю почитаю как учителя такого пошел я говорю тебе надо сделать выбор она ведь почему я говорю потому что рейки по существу это когда один человек влияет на другого человека а ключ это когда человек сам регулирует свое состояние мы учим человека саморегуляции а если ты соединишь это и будешь давать вместе что рейки даешь и ключ даешь и у людей будет такой шум в голове они не поймут вообще одно другое исключает и в результате эффект ноль но она говорит вы даже не знаете как мне рейки помог в жизни мне делали рейки я говорю слушай это просто наведение транса ну просто но джуна делала как она делала вот так вот как будто биополик ну а этот месмер его выгнали по моему из парижской академии за то что он называл это животным магнетизмом он делал эти пасы человек ходил состояние а он думал месмер он назвал это фруиде месмера он думал что это его руки излучают магнетизм дело тоже если водить вот так пасы делать или рейки делать вот так вот что это водить внимание как пасы делал это как дирижер музыку да как волна на море если человек смотрит и у него внимание вот так водится 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 в конечном счете идет затухание мозговой активности и человек переходит трансовое состояние но месмерта этого не понимал и джуна не понимала поэтому она не трагедийная у нее жизнь она думала что ее руки действительно биополизм она верила в то что она делает она верила но это ее вера передавалась как внушение людям которые пришли к ней лечиться это же есть по существу наведение транса ну форм наведения транса когда один наводит его на другой чумак вообще ничего не говорил вот так просто делал заряжал через по радио заряжал воду очень смешно я объясняю слушает это вот по идее самой не стыкуется но не можешь ты сделай выбор если хочешь ключом заниматься значит и должна учить людей самого регулировать они чтобы кто-то их регулирует вот в разница а механизм один и тот же а то ты соединешь ключ с рейки то у людей будет такой шум в голове они не будут разбираться от чего что происходит а мы как раз учим людей что рейки что вот кашпировский что там дыхательные упражнения они все на самом деле трансгенные и мы учим человека самостоятельно вот приемы находить этот ритм который переводит его в состояние когда он может сам себе делать вот эти ожидания улучшения но вы при этом еще делаете человека самостоятельным то есть ему стало плохо или он чувствует потребность он начинает делать ключ а чтобы не сделать рейки я должна кому-то прийти попросить и заплатить и я становлюсь от него еще и зависимым то что мне плохо я к нему пришла именно именно в этом-то вся разница я сказал пожалуйста если вы хотите быть моей ученицей а я выберу только тех которые понимают что мы учим людей самостоятельно управлять своим состоянием выбор сделайте или в рейки занимаетесь пожалуйста я разве против рейки но быть моим учеником специалистом надо чтобы вы сделали правильный выбор потому что всякое воздействие на человека типа кашпировский чумак реки и так далее на самом деле ему лучше станет человек куда лучше станет но это прививка против развития потому что у человека возникает ощущение если мне будет плохо мне опять надо пойти как ты сказала вот зависимость формируется но это автор аута тренинга шульц ведь он мечтал создать методику с помощью которой человек был совершенно независим ни от кого сам мог регулировать кстати говоря он из германии из австрии по моему шульц шульц по моему в стрелятке австрия по моему да ну гениальный был человек но она создавала аута тренинг уже у людей которые были под гипнозом расспрашивала что это вы там чувствовали и они там говорили а мы чувством тепло тяжесть расслабленность и он на это обратил внимание а я снимался тоже самое гипнозом и у людей спрашивала что вы там чувствовали я другие факторы отметил потому что он был нацелен на успокоение расслабления а я был нацелен на состояние свободы и совершенно другие факторы потому что для меня вот по гипнозе чек сказал ему прыгай он прыгает сказал ему по и он поет остаток заключался в том что кто-то ему диктует но если бы сделать так чтобы человек мог сам у себя вызывать это же состояние без всякого гипнотизера свободно сказал себе по и поет понимаешь сказал прыгай и прыгай да вот я это и создал но для этого оказалось что нужно чтобы человек был раскрепощенный поэтому мы создали синхрогимнастику перебор приемов критерий подбора вот это все учит человека управлять своей собой самостоятельно но уж он создал методику когда человек расслабленный лежит тишина и он себе монотонно повторяет я спокойно 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 то есть он положил человека на взвещали там буду положение а я создал методику что человек может это делать и во время бега и во время танцев когда ему надо снял напряжение вышел на новое состояние и у него уверенность все правильно потому что я например когда целый день бегаю вся заведенную я не с роду не лягу потому что я просто не могу лежать меня это делает еще хорошо хорошо то рисовать начало или нет да я наставала картинку вам потом покажу а вчера я рисовала карандашом я у меня знаете какая мечта я ничего особенного не хочу я хочу рисовать вот как в мультфильмах старых советских знаете вот сказки ой слушай как замечательно да всякие вот персонажи домики леса я не хочу быть большую живопись вот я в таком стиле написала картинку вам покажу вчера я начала рисовать замок школу у нас человек будущего в школе там закинешь чтобы все посмотрели в хомо-футурисе в школу закинула там занимаемся чем мы даем приемы с помощью которых человек у себя получает раскрепощенное состояние открывает свои таланты кто в чем кто в чем там такие картины стали люди рисовать обалдеть ты посмотри ты наверно там давно не было ты посмотри я вот семинар вчера слушала прямо заслуживание семинара вот этот ваш вебинар прямо заслуживаться если мы онлайн школу проводим а так вообще школе любой человек заходит там бесплатный вход и любой человек заходит смотрит обмен опытом там но то там очень интересно у меня джамилька хочет петь уже много лет она мечтает петь но так вот пускай делает разгрузку и мечтает в этот момент когда она снимает зажимы о том что она хочет и у нее происходит как раз таки перезагрузка то есть та доминанта которая была инерция состояния что я петь не умею вдруг она на разгрузке или во время ключевых идеарефлекторных приемов там ключевого стресс теста или там этих пяти стандартных она выходит на состояние уверенности что она может петь но пусть она сделает разгрузку с перезагрузкой а потом психогимнастику и начинает петь чё тянуть то вот и я и то же самое говорю да давай но это же много мало времени занимает может талант может будет старая нетрепка я и не знаю так конечно мы же все нетрепки если от себя потребуется мы можем кстати говоря открываются те способности которые востребованы где говорят мотивации мотивация но они же иногда силой воли усидчивостью там протирая штаны как говорится а здесь можно быстро снять конкурирующие доминанты с помощью разгрузки и настроиться на цель и быстрее подключается ресурсы спасибо леночка спасибо давай до следующей связи вам тоже спасибо берегите себя на сайте магомедж у нас много дел впереди да 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 сейчас мы будем делать мост между западным и востоком чтобы сократить кризисы и войны пошел ключ для целостности человека а наша идея для целостности человечества потому что оказывается человечество тоже нуждается в целостности как и человек это точно счастливо спокойной ночи встречи